так всем доброго времени суток снова с вами я игорь шестинка и как вы видите у нас путевые заметки вот замок алеський тут его история вон он сам замок вот пошли каминская там сзади пристает мультипликатов она боится лошадей вот замок мы пойдем замок в общем там тут много чего хорошего плохого сейчас мы быстренько пройдемся ты со мной на машине естественно сюда мы как-то проезжали сюда на машине юноша юноша и так да к замку ведет дорога а пока мы идем я расскажу вкратце и ссоре потому что батарейка у меня сейчас сдохнет я как всегда забыл поменять батарейку так давай нет не знаю кто здесь жил давайте сначала основан был в те времена когда москва была большой деревней хотя насчет большая деревня а именно в период 1200 до 1225 1250 годов момент вторжения монгола татар на руси здесь была основана городище которая потом потихоньку преобразовывалась в укрепленный замок он оказался на границе как тут пишут галочины и волыни собственно говоря часть галочины она относилась ничего страшно части они все они понимают часть галочины относилась к польше волынь перешла к кому к литовскому княжеству и соответственно в результате всего этого дела замок получил свое стратегическое значение и соответственно как она по-русски и по-английски развития в 1400 годах то есть 15 веке он постоянно переходил из рук в руки да хорошо пацаны воевали как видите он на таком укрепленном холме остатки валов дальше сам собственно говоря замок настоят но типично 5 метров вот так вот чем мы говорили о переходил из рук в руки не перестраивался укреплялся к 1600 году он уже окончательно закрепился за польскими войска носите папу больше с литвой объединились за поляками там ты историю это расскажешь а дальше что у нас дальше нет еще до этого до 1600 году он уже выглядел практически так как он есть и сейчас то есть вот в таком вот виде дальше кстати интересный момент на замке да 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 здесь токио за интересный момент здесь служил отец богдана хмельницкого до того как он получил назначение зам гетьмана и переехал в чихирин он служил здесь да хорошо поговорим нормально он какая вместо вы видим кстати где находится еще и шеречка кстати если говорить о том где где мы находимся опять же берем замечательный телефон под названием nokia lumia 800 у меня здесь уже все включено и мы видим ведь мы видим трассу вот она так кругом идет это трасса киев львов и вот оласька вы будете в если будете ехать из киева слева по движению вы увидите этот замок он на холме его спутать не с чем а там дальше кстати есть еще второй замок он называется петкирцы отсюда буквально километров пять а вот и холласька так соинтерес ориентируйтесь а вот и видно надпись подгорцы конечно кто же так называет подгорцы петкирцеваны вот это соответственно петкирцы а мы пойдем дальше пока тот народ снимает вот народ а тут еще свадьба вот так молодцы а потом так можно я пробегу тогда стоп 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 так ну а вот собственно говоря сам двор замка я уже с ним поснимал на счет батарейка сдохнет и это плохо да вот собственно говорят двор замка больше он ну колодец всегда есть лишь на входу нема ходу нема это конечно круто как будто можно куда-то отсюда уйти или они боятся подожди я тебе дам сейчас словом да мы посмотрим внутри но плоти вход в музей в першипов из киску их давай внутри просто где платить наверно внутри платить подойди спроси вот мы видим там магазины здесь народ пушки в общем вот такой вот замок да так в шестнадцатом веке в шестнадцатом веке каминской шестнадцатом веке тут служил отец богдана хмельницкого вот мы видим собственно бойницы для стрельбы вот такие вот здесь есть выход на внешние стены вот они внешние стены внешние бастионы тоже красивая такая открывается панорама внизу парк это уже современный вариант да . стратегическое значение шикарная такая на это горка отдельно стоящая окруженная речка то есть шикарное место для замка попробуйте называется взять штурмом это талайска кстати не зря он стоял до очень много лет не взятый штурмом именно ввиду того что им стратегическое его значение кстати там турки татары много раз подвергались замок подвергался их нападению ого а что там снимать до села батарейка может сказать пару слов про ток что ты за какие здесь да не давай батарейка сядет через ты когда сейчас разрядится давай от иди сюда жил-был здесь я не знаю как его звали ну короче живутки костик живульский я о нем уже писал на своем блоге это кто магнат магнат в педгирцах папа его жил здесь ого ну и семейка в каком окне он жил на ты думаешь может в том кругленьком вверху ты что думаешь он так папу загнубил короче все мы знаем что костик живульский он был мажор наши вот если говорит на наше время вот и он очень любил как бы роскошь он приезжает тот замок ему папа его отдал он приходит и говорит там младство ничего красивого нет где дубовые красивые там эти вот мебель там какие-то золото бриллианты и он говорит так папа ты конечно я тебя люблю короче собираем не все все красиво из этого замка на повозки и буду я ехать туда и вот они ночью перевозили все вот эти богатства для того чтобы бедные селяне не стырили самое интересное что потом здесь был большой пожар считается что очень много всего горело ну какой сокровищ здесь очень дорогие картины очень дорогая какая-то ручной работы мебель была но где-то спрятана никто же не может найти но самое главное самое главное сокровище это библиотека библиотека непонятно одни историки говорят что она где-то здесь спрятана другие говорят что все таки костик но они там котовал и костик помнишь как хотел искать золото он его не нашел и думал что это местные жители его стырили и начал всех пытать у него были быточные там вот внизу в подвалах в подвалах в этот замок жил его папа вот хороший был мужик такой знаете добрый ну типа ющенко у него карма хорошая ну здесь намного лучше все пытались оттуда убежать сюда работать но к сожалению не все смогли а шо по поводу метро а так как первые повозки были разграблены сокровища местными этими рубинами они решили что не можем перевозить так свое сокровище они начали копать ну если выйти на улицу мы видим что нам видно даже ну с этой точки не видно но он там за горой есть да и они проложили туннель через который они переправляли все потом стало неудобно и был придумана железная дорога мини железная или как это микро железная марклин отдыхает да то есть они загружали все вот это вот золотишко картины красивые туда и под землей а назад как ты говорила они катились вниз то есть было из двух сторон да с одной повозка с другой груз и по принципу лифта поскольку и там и там гора повозка скатывалась при этом небольшое усилие нужно было чтобы поднимать лифт короче пацаны катались сбрасывали как лифт он туда поехал вниз горкин поднял груз потом сбрасывали груз самое обидное что те люди которые перевозили знали про этот туннель и они были убиты для того чтобы никто не мог найти и где теперь так это же большой должен быть туннель да колодец он прикольный конечно ну что ж это был замок педгирсе вы видите тут идет видеосъемка свадьбы или это какой-то реклама интересна это не ну как а ты красивый ритуал в замке а да 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 я помню он старший севульский собирал деяния инквизиция там есть очень классные рецепты по ловле демонов он зала отлавливал демонов и прятал их в это самое да в педгирцах поэтому педгирсах столько много привидений даже фильм по этому поводу был как английские военные используя знания из этих книжек загнали сущность дать из душу призрака в клетку как он назывался а ты знаешь как едой пахнет отсюда вот эти как типичные для того времени вентиляторы да ну пойдем внутрь да в замке есть два зала первый зал посвящен истории замка второй зачем посвящен чему второй зал подсвящен ну пойдем хочу выкрутили нельзя да ну все спасибо всем большое с вами был я игорь шестерка и анжела каминская а мы не будем снимать мы же не внутри снимал внутри я говорю он же сказал так все всем спасибо всем счастлива это был леска мы продолжаем наше замечание насчет замка в леска вот вы видите киев вот вы видите чоп это дороги киев в львов а вот кстати там вот дальше вдалеке я говорил уже между горами видно замок петгирте вот он сейчас еще ближе вон там вот в распадке видно башенка если кто не видит я передам пока камеру каминской она сделает пару красивых кадров а потом передаст мне я еще кое-что хочу показать куда ты замок сейчас мы повернем как смотрится замок с дороги хочу сразу напомнить что с дороги если вы едете на львов красавчик да вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 А получили они чертей конкретно Они практически дошли до Варшавы Буденный дошел до Львова А потом откатывались, потому что их подрезали с флангов То есть, как обычно, давайте штурмовать, 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 штурмовать Никто, типа, хорошо проработанная операция в реальности оказалась очень и очень провальная операция Потому что никто не учел всех особенностей наступления Вот мы хорошо сейчас видим панораму Вот тут поворот на Загирце Приблизь 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 Поэтому внимательно просматривайте ваши снимки на фотоаппаратах Если что, отправляйте в битву экстрасенсу Вот поворот на Загирце Сейчас будет замок Где он? Вот какой поставчик Он есть Но мы его любим, потому что мы его любим У нас уже столько было о нем упоминаний во всяких СМИ Красивого 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 Именно просто кусты и красивое Кусты оставляем Пожалуйста С вами был я, Игорь Шестидко и Анжела Каминская Мы постарались показать, что еще есть, кроме вот еще, вот еще, 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 еще Вон он, вдалеке замок Кстати, я разговаривала с одним из работников музея в ЛСК и спрашивала, нашли ли сокровища Так вот он сказал, что когда перестраивали замок, нашли сокровища, но, увы, они куда-то делись То есть наша власть, она не только уже начала тырить картины из кабина Они даже сразу забирают куда-то вот эти все сокровища И они сразу пропадают с Украины, сразу Их даже нигде нельзя посмотреть Да, ну а если вы будете вообще в Олесько, дополняя, да, то есть, как вы видели, это Олесько Здесь есть памятник первой конной Оно тут вот видно замок? Не, уже не видно Памятник первой конной Вон видно, почему он просто далеко сзади Памятник первой конной Здесь вот дальше село Петгирцы, да, мы проезжали поворот Вы можете заехать, посмотреть на замок Петгирцы, там буквально 5-7 минут езды от трассы Вообще интересно даже в Олесько покушать И еще вот, обратите внимание, поворот на Золочев Он же на Петгирце, или Золочев, там еще тоже, после Петгирцев еще километров 20 и будет Золочев Ну а если вы все-таки будете в Олесько, Каминская не даст мне сказать То помните о том, что там внутри смотреть абсолютно нечего Правда Да не, ну что, картины, то есть все картины Ну хорошо, видео, допустим, там снимать нечего Да Даже и не платите Мало того, я могу сказать, что все картины, которые там висят, оказывается, это не настоящие, то есть, а просто свезли со всей области Там глэчики свезли оттуда, это свезли оттуда И самое обидное, что даже вот эти люди, которые отвечают за каждую комнату, да, они не могут даже придумать ничего интересного, чтобы мне было интересно Понятно Ну что, спасибо всем за внимание Мы едем дальше Да, это были путевые заметки, это был Альлесько Спорим, много чего не знаешь, и чего не знаем и мы Да Это было советский, совдеповский, ну я не знаю, коммуняки наверняка, или те, кто страдает за величием советского Союза Пусть они дальше страдают, ничего хорошего в этом нет И вот этот памятник первой иконы лишний раз показывает, насколько лживая была эта власть, да А если вы в Альесько будете еще и покушаете там, вот в ресторанчике То отравление вам обеспечено, потому что там духи Нет, отпишитесь, было ли вкусное, что вы ели Да, ну и дальше есть дорога в Петкирте А вот мы наблюдаем, как, вот смотрите, у меня сейчас скорость 72, а вон поднесся, вот записываем ВС 05 08 VA MERS Ты звонишь, ты пока Да? Ну хорошо Все, прощайся Давай Всем счастливо, выключай Всем полно пяти и хороших вам фотографий Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok